Здравствуйте, ребята, я Аня Заржецкая, и сегодня мы расскажем о Яне Сибелиусе. Это самый известный и уважаемый финский композитор, один из наиболее выдающихся авторов симфоний и симфонических поэм. Еще при жизни он удостоился на родине такого почета, как, вероятно, ни один музыкант в мире. И об этом говорят многочисленные улицы, названные в честь Сибелиуса, и ежегодный музыкальный фестиваль недели Сибелиуса. А в 1939 году музыкальный институт, в котором учился Ян Сибелиус, получил название Академия имени Сибелиуса. Недалеко от Хельсинки, в деревне, 8 декабря 1865 году родился Ян Сибелиус, или полностью его имя Иоганн Юлиус Христиан. Впоследствии он стал известен под коротким именем Ян. Маленький Ян рано потерял отца, всего лишь два года, и рос он в женском окружении у бабушки и мамы. В семье Сибелиусов музыкантов не было, но всех детей обучали музыке, и Ян предпочел роялю скрипку. А дело было в том, что в семье было настольное пианино, настроенное на три четверти тона ниже положенного. Ян на нем часто играл, он к нему привык, и когда в доме появился настоящий рояль, Ян Сибелиус сел за него и растерялся. Ведь он был настроен по-другому, и Яну было сложно адаптироваться. Он решил переключиться на скрипку, которая его очень завораживала, и у него даже появилась мечта стать виртуозным скрипачом. Большое значение для Яна имела природа. Он ее воспринимал как поэтическую, таинственную силу. И однажды, когда Ян уже научился более-менее играть на скрипке, он привел в волнение весь дом. Мальчик исчез. Зная, как он любит природу, родные долго искали его в лесу и у озера. И только через несколько часов, когда все уже сбились с ног, он вернулся. «Где ты был?» – строго спросила мама. И Ян стал страстно рассказывать, как он чудесно играл на скрипке в лесу. И его с благодарностью слушали все вокруг. «Я стоял на вершине скалы, а оттуда наше озеро выглядит таким красивым, что я никак не мог уйти. И все играл, играл для леса, для птиц. А потом меня катали на парусной лодке. Я стоял на носу и тоже играл для озера». После такой исповеди мама передумала наказывать Яна и улыбнулась. Она знала, что ее сын неисправимый фантазер. Вот вблизи с природой как раз и наметился путь будущего композитора. К 15 годам он стал заниматься скрипкой уже регулярно с руководителем местного духового оркестра. А когда же пришло время выбирать профессию, Ян, мечтавший о карьере скрипача, поступил на юридический факультет университета в Хельсинке, столице Финляндии. Как старший сын он должен был стать опорой семьи и зарабатывать деньги. Однако в месте занятий юриспруденции втихую Сибелиус посещал уроки в музыкальном институте. И вскоре всем окружающим стало понятно, что его настоящее призвание – это музыка. Университетские учебники по юриспруденции покрывались пылью. И осенью следующего года уже и речи не шло о продолжении учебы в университете. Директор музыкального института Вигелиус отнесся к Яну с исключительной теплотой и пониманием. Он разглядел блестящий талант начинающего композитора. И тогда Вигелиус зачислил Яна Сибелиуса в состав институтского квартета. И время, и усердные занятия музыкой делали начинающего композитора Яна все более опытным и зрелым. А друзья, как это полагается, помогали ему. Критиковали его за ошибки, но с восторгом принимали каждую его удачу. И весной в 1889 году Сибелиус окончил музыкальный институт. Более того, он получил государственную стипендию для поездки за рубеж и совершенствования своей техники. Тогда Ян Сибелиус понял, что его больше не интересует исполнение музыки, а гораздо интереснее сочинять ее. Двугодичное пребывание за границей принесло много интересных впечатлений. Несмотря на то, что творческие достижения этого периода были невелики, он вернулся на родину, Финляндию вскоре. Он написал и выступил с большим произведением симфонической поэмой «Куллерво» для двух солистов мужского хора и оркестра. День премьеры Куллерва считается днем рождения финской профессиональной музыки. Ведь Куллерва родилась, когда композитор находился под влиянием пылкого, исконно финского настроения. И поэма не только выдвинула его в первые ряды финской культуры, но и сыграла роль в его личной жизни. Она была первым успехом в музыкальном деле. Дело в том, что родители его невесты, Айно Ересвель, так ее звали, отказывались отдавать дочь замуж за неизвестного музыканта с не очень обеспеченным положением. Но теперь, после успеха Сибелиуса, все их сомнения рассеялись, и вскоре Айно и Ян поженились. Собственно, жена стала его незаменимой помощницей и поддержкой на всем жизненном пути до конца его дней. А чтобы обеспечить семью вплоть до рубежа веков, Сибелиус преподавал игру на скрипки и теоретические дисциплины в музыкальном училище и в школе. Собственно, в тот счастливый период своей жизни молодой композитор становится одной из главных фигур культурной жизни Финляндии. Музыка его казалась всем свежим дыханием севера и всегда ассоциировалась с самой страной и краем. Симфонические поэмы «Сага» и «Туанельский лебедь» сделали имя композитора известным за рубежом. А финское правительство пошло на беспрецедентный шаг и назначило композитору государственную стипендию, что позволило ему целиком посвятить себя творчеству. Все шло как будто бы хорошо. Слава и известность были с Сибелиусом, но он был недоволен собой. И однажды он сказал своей жене. «Это невозможно, Айно!» — воскликнул с отчаянием Сибелиус. «Мне необходимо уехать из Хельсинки. Я не могу работать в такой обстановке. Дошло до того, что сейчас любая мелодия умирает во мне». «А что же мешает тебе творить в Хельсинге?» — спросила Айно. «Наверное, то, что я слишком общителен и не способен отказываться от разных приглашений и других посторонних дел». И тогда было решено переехать на постоянное жительство в деревню в 30 километрах от столицы Хельсинки. Семья построила дом, и эту усадьбу назвали Айнола, что означает по-фински «жилище Айно». Таким образом, усадьбу назвали в честь жены Сибелиуса. Здесь композитор прожил более полувека и создал свои наиболее зрелые и известные произведения. Творчество Сибелиуса фактически завершилось симфонической поэмой Тепиола. И с тех пор, в течение 30 лет, до самой смерти он больше не писал ничего. Но контакты с музыкальным миром не прекратились, и поток гостей в дом Айнола был просто непрекращающийся. Сибелиус скончался в возрасте 92 лет в своем поместье Айнола, которое сейчас является его музеем. И там же он и похоронен. Великий финский композитор Ян Сибелиус. А теперь задание для вас. В строке поиска на YouTube-канале вбейте Ян Сибелиус «Грустный вальс» и насладитесь по-настоящему искренней финской музыкой.